Мы сейчас рассмотрим, как осуществляется взаимоотношение между сосудистой системой и позвоночником методом сравнения ультразвукового метода исследования с обычной, так скажем, визуальной анатомией. Вот перед вами картинка, на которой изображены все ветви брюшной аорты. Вот это самое начало ее после того, как она вышла из диафрагмы. И дальше она осуществляет ветвление на своей дочерней ветви. Трункус целиакус, черевный ствол, артерия мезентерика супериор, артерия мезентерика инфериор. В боковую сторону отходят из тех, которые нас сейчас особенно интересуют, две парные почечные артерии. Давайте попытаемся представить это более детально. И сначала используем сагитальное сечение туловища в поясничном отделе. Для этого нарисуем тела позвонков. Вот мы их подписали Т12, Л1, Л2, Л3. Остальные, Л4 и Л5, нам сейчас не нужны, потому что мы будем использовать только ту часть аорты, которая идет до бифуркации, до разветвления на две основные артерии, правую и левую, подвздошные. На участке, который мы сейчас изобразили, самым первым крупным стволом является обозначенный номер один черевный ствол. Трункус целиакус. Черевный ствол, вы видите, он как пенек, который потом разветвляется на три основных сосуда. И эти сосуды будут осуществлять кровоснабжение печени, желудка и селезенки. Второй сосуд, который мы сейчас смотрим, это артерия мизинтерика супериор, верхняя брюжеечная артерия. Посмотрите взаимоотношения между ними. Черевный ствол отходит словно бы прямо вперед, вверх, а артерия мизинтерика супериор отходит в нисходящем направлении. Давайте это попытаемся увидеть на ультразвуковом изображении. Для чего нам нужно рассматривать картинки? Для того, чтобы, когда мы вот так включаем ультразвуковое изображение, не заблудиться. Ведь здесь же ничего не подписано. Посмотрите внимательно. Вы замечаете пульсацию какого-то сосуда. Что это такое? Это как раз брюшная аорта. При этом методе исследования мы можем включить так называемое доплеровское картирование. Вот я его сейчас подкрасил. И в таком случае движение крови по сосуду становится окрашенным в красно-синие цвета. Вот красный цвет это обозначает движение крови по направлению к датчику. И в данном случае совпадает именно с артериальным кровотоком. Вот когда мы замораживаем, вот здесь заметно становится, смотрите, что от аорты отошел сосуд, идущий в нисходящем направлении. Что это такое? Артерия мизентерика супериор, которую мы только что с вами назвали на картинке. А вот я чуть-чуть смещаюсь вверх, и мы видим еще один сосудик, который отходит прямо по направлению к датчику. Это трункус целиакус, вот он, черевный ствол. Теперь давайте то же самое. Попытаемся распознать в черно-белом режиме, так называемом режиме B. От слова brightness, яркость. Что перед нами? Мы видим такую темного цвета структуру, которая соответствует аорте. Она только что перед нами пульсировала. И смотрите, вот эта дугообразная структура, она соответствует датчику, который имеет выпуклую форму и вдавливается в переднюю стенку живота. Вот здесь мышцы передней стенки живота. Это фрагмент печени. А дальше идут как раз петли кишечника. Если мы уходим в самые глубокие участки, то вот мы здесь, в наиболее удаленных участках нашего скана, видим тела позвонков. И дальше для нас вопрос сориентироваться с их номерами. Здесь же не подписан ни один номер. Особенностью, которую мы можем сейчас наблюдать, является то, что оба сосуда, верхняя брыжеечная артерия и чревный ствол, отходят почти из одной точки. Вот это место отхождения верхней брыжеечной артерии, а это чревного ствола. Они отходят в данном случае, не имея между собой почти никакого расстояния. Чуть позже мы с вами вернемся к рассмотрению на секторе компьютерного томографического изображения. И увидим, что расстояние между чревным стволом и верхней брыжеечной артерии составляет около полусантиметра. В среднем это бывает от полусантиметра до сантиметра. Здесь у нас меньше. Они почти прилежат, буквально около трех миллиметров. Все люди разные, имеют свои особенности. И вот эти особенности строения соответствуют индивидуальной изменчивости. Вот мы сейчас обнаружили, что чревный ствол и верхняя брыжеечная артерия почти сливаются воедино. Вот мы их в данном случае рассмотрели в продольном сечении. Возвращаемся к нашей презентации. И то, что я сейчас только что комментировал, касается промежутка между чревным стволом и верхней брыжеечной артерией. Вот видите этот промежуток. В данном случае на картинке он достаточно такой сформированный. А мы на УЗИ сейчас у нашего добровольца видели, что между ними почти отсутствует свободное пространство. Идем дальше. Хорошо. Теперь мы рисуем третий сосуд, нижнюю брыжеечную артерию номер 3, артерия мизинтерика инфериор. И позвольте вас спросить, на каком уровне отходит нижняя брыжеечная артерия? Вы видите? Третий поясничный позвонок. А верхняя брыжеечная? Л1. Первый поясничный позвонок. А что касается чревного ствола, он на уровне Т12. 12-го грудного позвонка по его нижнему краю. Когда мы сейчас посмотрели на нумерацию позвонков, это нам позволяет еще разок представить, как посчитать позвонки у нашей пациентки. Смотрите, верхняя брыжеечная артерия, значит, это тело первого поясничного позвонка. Вот это первый поясничный. А вот это Т12, 12-й грудной. Итак, нумерация позвонков возможна только, зная какие-то характерные ориентиры, и они позволят определить, на уровне какого позвонка мы находимся. И вот эта темная структура, это нижняя брыжеечная артерия. Вот мы все брыжеечные артерии сейчас с вами посмотрели. Эти три основных сосуда, которые нам нужны, у нас продольно выведены. Спускаемся дальше. Номер 4 и номер 5. Это сосуды венозные. Они называются венолиенализ, селезеночная, и вена мизентерика супериор, верхняя брыжеечная вена. Вены и артерии идут сосудистонервными пучками, которые включают в себя артерию, сопровождающую ее вену-спутницу с таким же названием, и, как правило, нерв. Нервы мы здесь не увидим. А вот вена номер 5, вена мизентерика супериор, видите, она называется точно так же, как и артерия. Артерия мизентерика супериор. Вот они поэтому сопровождают друг друга вместе. Номер 6. Это артерия лиенализ, селезеночная артерия, которая отошла вот от этого пенька. Они просто в разных находятся плоскостях. То есть артерия лиенализ сейчас для нас оказалась расположенной в поперечном сечении. И теперь номер 7. Вена ренализ синистра. Вена левая почечная. Как быть с почечными венами? Они впадают в нижнюю полую и несут кровь в нижнюю полую вену от обеих почек. И при этом левая располагается, как на картинке мы сейчас с вами видели, между аортой и верхней брыжеечной артерией. Это объясняет, вот я ее сейчас вот здесь вот поймал, таким округлым сечением. Это вена, расположенная между верхней брыжеечной артерией и аортой. Очень важный такой аспект, который надо хорошо запомнить, связанный с опасностью пережать эту вену. Вы понимаете, что артерии имеют гораздо более такую эластичную стенку, более плотную, а вены стенку тонкую. Она легко поддается сжатию. И располагаясь между двумя сосудами с плотными стенками, вена левая почечная часто страдает. В нее впадают ганадные вены. Левая яичковая или левая яичниковая вены. И поэтому от такого расположения левой почечной вены между аортой и нижней полой формируется так называемый симптом аортомезентариального пинцета. Он приводит к тому, что и у мужчин, и у женщин гораздо чаще развивается варикозное расширение вен в области ганад. У мужчин в области левого яичка, варикоцели, а у женщин расширение параметральных вен слева в малом тазу. Вот благодаря такой особенности анатомической, которую мы сейчас увидели, что левая почечная вена сдавливается между артерией верхней прижаечной и аортой. Идем дальше на картинку. Теперь, когда у нас все сосуды изображены, нам осталось изобразить органы, которые можно здесь наблюдать. Вот кпереди, от верхней прижаечной артерии и вены, номер 8, это поджелудочная железа, ее головка, капут панкреатис. И кзади от этих образований еще желтого цвета номер 9 образования, ну так называемая процессус, лунцинацус, крючковидный отросток поджелудочной железы. Попытаемся их сейчас продемонстрировать. Вот верхняя прижаечная артерия, тогда поджелудочная железа, вот она, ее головка, вот так. А крючковидный отросток должен располагаться вот в этом месте, но в данном конкретном случае он у нас не бросается в глаза, не очень хорошо заметен. И, наконец, продолжая нашу картинку, изобразим орган, который присутствует здесь же, но на УЗИ редко бывает заметен. Это номер 10, часть двенадцатиперстной кишки, так называемая горизонтальная часть. Почему он бывает плохо заметен? Ну, потому что кишка спадается, особенно когда человек долго не ел, и, соответственно, нет, так скажем, эффекта естественного ее контрастирования. Наконец, последнее обозначение, которое мы сейчас на этой картинке номером 11 пометили, это правая почечная артерия, артерия реналис декстра, правая почечная артерия. Сама почка располагается в боковой области, и она не в животе, а забрюшинно лежит. Вот почка. Вот я ее сейчас вывел. Вот это. Видите, я нахожусь практически на боковой поверхности. Что касается почечной артерии, она отходит от аорты по ее боковой стенке, и мы на картинке изображали ее приблизительно вот здесь. Вполне понятно, если на боковой стенке, то в таком продольном сечении ее увидеть нельзя, а можно увидеть поперечно. Теперь то же самое посмотрим на поперечном срезе. Давайте это продолжим таким образом. Вот теперь поперечное сечение туловища на уровне нижнего края первого поясничного позвонка. Вот я нарисовал тело первого поясничного позвонка, обозначил его L1, и над ним первый сосуд, который появляется, это аорта. Вот он обозначен номером 1. Давайте его теперь в поперечном сечении выведем. Вот я поставил на 2 сантиметра выше пупка датчик поперек. Вот это тело позвонка, полоньки вещей второго. И если вы внимательно посмотрите, увидите, что сейчас мы видим не один сосуд, а два. Вот один, а вот второй. Что это? Это уже произошла бифуркация. В данном случае она достаточно высоко происходит, аорты на две конечные ветви. Общую правую подвздошную и общую левую. Значит, нам надо подняться выше, до уровня первого поясничного позвонка. Вот поднялись. Вот он. Вот теперь видим единственный сосуд. Вот это тело первого поясничного позвонка, а это аорта. Номер 1 – это брюшная аорта. Вот она в поперечном сечении. Идем дальше к нашей картинке. И что рядом с аортой и правее будет лежать? Номером 2 мы обозначили синего цвета сосуд. Нетрудно догадаться, что это нижняя полая вена. Давайте ее здесь тоже найдем. Обратите внимание, на картинке у меня было нарисовано, что нижняя полая вена имеет форму овала, а аорта имеет форму круга. С чем это связано? У аорты толстые мощные стенки, вот это аорта. А нижняя полая вена, вот она, располагается на таком удалении. И здесь вот в виде структуры овальной формы. Не совсем так, как на нашей картинке. Они у нас прилежали близко друг к другу. А здесь между нижней полой веной и аортой расстояние в 2 см. Повторяю, каждый раз удивительно, все люди разные. Так бывает нечасто, но это вариант нормы, который в данном случае мы наблюдаем. Они не соприкасаются, нижняя полая вена и аорта, в данном случае на уровне первого поясничного позвонка. Вот, очень хорошо видно округлая аорта, а нижняя полая вена от нее на расстоянии около 2 см. Когда мы нашли нижнюю полую вену и аорту, рассматриваем другие сосуды в поперечном сечении. Что мы еще можем увидеть? Сосуд, который располагается более поверхностно, номер 3. Это и есть артерия мизентерика супериор. Давайте ее нарисуем, артерия мизентерика супериор. Я прошу обратить внимание сейчас и запомнить то, что вот здесь, на ультразвуковом изображении, вот номером 2 я измерил верхнюю брюжеечную артерию, она располагается не по одной линии, не по одной плоскости с аорты, а в данном случае смещена центральной, да? То есть она смещена вправо. Обычно это располагается строго друг по другам, два сосуда, да? А здесь она смещена в правую сторону. Такая особенность тоже. Идем дальше. Теперь нас интересуют, какие сосуды отходят от самой брюшной аорты. Прежде всего сосуд номер 4. Левая почечная артерия. Артерия реналис синистра. Давайте ее искать. Прежде чем мы ее найдем, визуально зададим себе вопрос. Если сравнивать с циферблатом, то на скольки часах отходит от аорты этот сосуд? На той картинке было на двух часах. Вот здесь верхняя, левая почечная артерия. Вот это место отхождения. Вот оно. Левая почечная артерия. Видите, если это циферблат, то здесь даже, наверное, на час дня. Правда? На той картинке у нас было около двух часов. Интересно, что не на трех. Не посередине это отходит. Это отходит на уровне двух часов. И теперь пологие вещи должна быть ведь и правая. Правда? Вот я сейчас вывел правую. Вот это отходит от аорты. Правая почечная артерия. Вернемся к изображению на нашей презентации. Сейчас я ее нарисую. Вот она. Правая почечная артерия. На скольки часах она отошла? На десяти часах. Правда? По циферблату. Еще раз я хочу прямо обратить ваше внимание, что обе почечные артерии отходят от аорты, если мы в поперечном сечении смотрим, не на трех и не на девяти часах. То есть по логике вещей было бы сразу по бокам. А на два часа и на десять. Какой интересный ход у этого сосуда номер пять. Сосуд номер пять. Правая почечная артерия. Как он дальше идет? Смотрите, он располагается позади нижней полой вены. Он идет кзади от нижней полой вены. То есть вот это сейчас у нас пока устье изображено. А теперь мы проследим его, как это располагается дальше. Вот это артерия. И она ныряет под нижнюю полую вену. То есть ее дальше ход спрятан под нижней полой вены. Вот сейчас прекрасно видно. Она идет по передней поверхности позвонка. Вот она. А дальше полая вена. Она под нее подныривает. Очень интересно. Идем дальше. Вот следующий сосуд. Номер шесть. Что это будет? Это теперь уже вена спутница, артерия, ренализ, извините, вена, ренализ синистра. Левая почечная вена. Мы про нее упоминали, когда продольно смотрели, что это аорто-мезентериальный пинцет. Вот она здесь оказывается между двумя сосудами. Один – это аорта. И три – это верхняя брюжечная артерия. Поэтому у нее здесь появляются условия для сдавливания. И мы говорили, это приводит к какой патологии очень часто? Варикоцели и оварикоцели. Варикозное расширение вен, яичка или яичников. То есть вот такое, ну скажем, опасное для сосудорасположение, связанное с давлением, оно не проходит без следа. Итак, мы сейчас с вами, где должны искать этот сосуд? Переключаемся, пожалуйста, на УЗИ. Мы его должны искать между верхней брюжеечной артерией и аортой. О, нашли. Это верхняя брюжеечная артерия. Мы говорили, что она смещена более центрально, более право. Они не на одной плоскости, а это аорта. А между ними вот это левая почечная вена. Найти их можно только благодаря знанию вот этих особенностей хода. Вот сейчас хорошо заметно. О, вот сейчас. Это такой толстый сосуд. Это левая почечная вена. А это аорта. И верхняя брюжеечная артерия здесь вот заметно чуть хуже. Нашли левую почечную вену. Еще разок я ее демонстрирую. Вот здесь она сейчас очень хорошо видна. Теперь идем дальше. Теперь кпереди. В верхней брюжеечной артерии располагается сосуд номер 7, который обозначен как венолиенализ. А селезеночная вена, да? И мы можем указать, что в него тут впадает номер 8, вена мизентерика супериор. Значит, я сразу пролистаю чуть дальше. Вам сейчас это как бы трудно еще представить в деталях. И номером 10, желтого цвета, это будет поджелудочная железа. Вот интересно, что сосуд номер 7, венолиенализ, селезеночная вена. Как его опознать? Мы его опознаем по тому критерию, что он, смотрите на картинку, он вплотную подходит к желтого цвета органу, к поджелудочной железе, да? То есть он ее как бы снизу обрисовывает. Вот так мы их сейчас будем опознавать. Переходим на УЗИ. Вот она. Это селезеночная вена. Интересно, ее форма напоминает запятую, да? Более утолщенная правая часть, и туда идет более тонкая. И от нее спереди располагается поджелудочная железа. Вот я вам сейчас еще раз поджелудочную железу выведу. Вот так. И ее уровень головки, тело и хвоста я вот измерил. А под ней вот это селезеночная вена. То есть мы с вами, используя сосудистые ориентиры, смогли опознать основные структуры, которые здесь можно вывести и сориентироваться по отношению к номерам позвонков, если знаем просто их стандартный ход. Я возвращаюсь в продольное сечение. И еще раз хочу подчеркнуть необходимость знания этих образований для того, чтобы мы могли ориентироваться на эхограммах. Вот я еще раз вывел левую почечную артерию. Прекрасно видно на 10 часах. И позвоночник, да, это тело позвонка. Судя по тому, что мы находимся сейчас на уровне отхождения почечных артерий, мы можем сказать, что это уровень первого поясничного позвонка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...